Дагестан Днем Великой Победы посвящается. В Махачкале пройдет благотворительный велопробег, организованный Муфтиятом Республики и фондом Инсан. Два беспилотника атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Об этом сообщают РИА Новости. В пресс-службе президента страны заявили, что нанести удар пыталась Украина, и Россия оставляет за собой право жесткого ответа на подобные действия. Ранее в ряде телеграм-каналов появились видео атаки. По словам очевидцев, после громкого звука, похожего на взрыв, появился дым, а свет в Кремле погас. Разбился насмерть, упав с горы Таркитау. Тело 53-летнего мужчины нашли на дне обрыва после шестичасовых поисков. Погибший отдыхал в горах с односельчанами на майских праздниках. В какой-то момент компания потеряла приятеля из виду. Не справившись с поисками самостоятельно, они вызвали МЧС. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились с 40-метровой скальной стены и уже на носилках подняли тело. Предположительно, несчастный случай произошел из-за сильного ветра. Премьер-министр страны Михаил Мишустин высоко оценил стенд Дагестана на Кавказской инвестиционной выставке. С достижениями региона его ознакомил глава республики Сергей Меликов. На площадке было представлено свыше 30 проектов. В частности, премьер-министру рассказали о прорывных направлениях, разработанных в рамках экономической модели развития региона. В основе модели лежит действительно 5 прорывных проектов. Это развитие Каспийского кластера, решение развития плодовощного кластера республики Дагестан, развитие транспортно-логистического кластера, который сегодня перерос уже в развитие транспортно-логистического коридора Север-Юг. То есть он приобрел иные масштабы. И развитие проекта города Омщиков, который для нас на самом деле вроде бы как из проекта поддержки малого и среднего предпринимательства сегодня тоже превращается в стратегический. Ну и, конечно, развитие стекольного промышленного кластера, который развивается за счет свободных тех приоритетных проектов, которые мы ввели на территории приоритетного развития республики Дагестан. В Дагестане определены ответственность за реализацию прорывных проектов органов исполнительной власти, налажено взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, в том числе по мерам поддержки предпринимательства. На сегодняшний день все эти проекты курируются Министерством экономического развития, и мы корректируем через Минэкономразвитие продвижение этих проектов. Каждый из этих проектов имеет подпроекты, таких подпроектов на сегодняшний день 31. Выставочная экспозиция республики продемонстрировала и свой культурный потенциал. Особое внимание было уделено и творчеству народного поэта республики Расулла Гамзатова, столетие которого вся страна отмечает в этом году. Здесь же на площадке Кавказской инвестиционной выставки Дагестан и Газпром договорились о дальнейшем сотрудничестве. Документ подписали глава региона Сергей Меликов и генеральный директор Газпром Межрегион ГАЗ Сергей Густав. На встрече стороны также обсудили ход до газификации в республике, а также вопросы безопасности использования газа в быту и консолидации сетей. В Каспийске увековечили имена 20 военнослужащих погибших в ходе СВО. Траурный митинг прошел у мемориала обелиска «Скорбящая мать». Воспитанники кадетской морской школы-интернат вынесли памятные доски с высеченными именами героев. Они будут установлены на фасадах жилых домов и школ города. Уважаемые родные и близкие наших героев, отдавших свою жизнь за свободу, за мир нашей Родины. Сегодня в преддверии празднования 78-й годовщины Великой Победы Советского Народа под фашистской Германией в городе Каспийске проводится очень важная и правильная акция по увековечению памяти наших боевых друзей, товарищей, которые отдали свою жизнь за нашу Родину. Уже больше двух лет Каспийская флотилия постоянной основой базируется в городе Каспийске. Каспийск стал столицей Каспийской флотилии. И мы делим радость, мы делим боль. Большое спасибо администрации города, депутатскому корпусу, общественности, которая приняла это решение по увековечению памяти наших ребят. Вечная им память и будет мир на нашей земле. Спасибо. Мы победим, мы будем первыми. Россия будет всегда первой. И благодаря нашим друзьям, нашим воинам Отечества это будет. Вечная им память. Спасибо вам, ребята. И спасибо, уважаемые родители, близкие, за то, что вы воспитали таких героев. Вечная память. На Сулакском каньоне, близ пещеры Нох-О, развернули Знамя Победы размером 15 на 20 метров и Георгиевскую ленту длиной 30 метров. Акция была приурочена к предстоящему Дню Победы. В итоге получилась очень запоминающаяся и красивая картина. Сотрудники МВД по Хасавюрту посетили воспитанников двух детских реабилитационных центров. В учреждениях воспитываются более 80 детей с ограниченными возможностями из неполных и малообеспеченных семей. Полицейские привезли для ребят одежду, констовары, а также много сладких подарков. Благотворительный велопробег в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Махачкале. Мероприятие запланировано на 7 мая. Маршрут берет начало от центральной площади столицы до стадиона Анжи-Арены в Каспийске. Участие в соревнованиях могут принять все желающие от 10 лет. Для любителей велоспорта также подготовлены призы. Путевка в Малый Хадж-Умре, два детских и два взрослых велосипеда. Начало регистрации участников 8.30. Организаторами патриотической акции выступили Муфтия Дагестана и фонд Инсан. И о спорте. Махачкалинская «Динамо» может лишиться 28 очков и вылететь в ПФЛ из-за нарушения лимита на молодых игроков. Об этом сообщает sports.ru. Все дело в том, что в первой лиге действуют правила молодого игрока. По регламенту на поле должен быть футболист 2001 года рождения или младше. Клуб же выбирал в качестве так называемого «лимитчика» не того игрока на протяжении всего сезона. И этого никто не замечал. В случае, если нарушение будет доказано, то махачкалинцы опустятся на последнее место и вылетят во вторую лигу. Напомним, сейчас после 29 туров в первой лиге «Динамо» имеет 41 очко и занимает 6 место. Боксер Шарапудин Атаев одержал победу на старте чемпионата мира. Соревнования проходят в Ташкенте. В столице Узбекистана махачкалинец представляет сборную России и весит до 86 килограмм. В первом поединке он на стадии 1-16 финала. Раздельным решением судей одолел представителя Сербии Мила Шасавича. По ходу боя Атаев отправлял соперника в нокдаун. Другой наш боксер, финалист Олимпиады в Токио, Муслим Гаджи Магомедов, начнет свое выступление в Ташкенте в пятницу, 5 мая. Волейбольный клуб «Дагестан» завершил выступление в чемпионате России высшей лиги «Б» на втором месте. Заключительный матч сезона наша команда провела в городе Обнинске в рамках второго финального тура. Дагестанские волейболисты обыграли «Воронежский» «Кристалл» Черкизова и «Майкопский» «Динамо» МГТУ, а затем уступили Обнинску, который в итоге стал победителем чемпионата. В составе Обнинской команды чемпионатом России стал воспитанник дагестанского волейбола Магомед Хатипов. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова